Да, хорошо. Два матча выиграли. Безусловно, положительные эмоции. Утром ребята хорошо сработали. Довольно хорошее сопротивление со стороны Макс Лайна было. Команда амбициозная, ставит задачу перед собой. Поэтому на этом фоне мы тоже хорошую получили нагрузку с точки зрения физического аспекта и технико-тактических моментов. Победа 2-1, но была такая интересная тоже игра. Второй матч, к сожалению, пропустили. Здесь тоже очень важный момент, что мы сравняли счет с Ислычу и вырвали победу. Это с точки зрения уверенности команды, что у команды есть характер уже в нынешнем составе по сравнению с прошлым годом, что есть вот этот менталитет победителя, есть характер. Даже не просто складывающийся матч, мы все-таки нашли в себе силы, проявили характер и сравнять счет и выиграть этот матч. Поэтому это не спонтанно, не случайно, потому как складывалась игра, особенно во втором тайме. Мы добавили во втором тайме и заставили соперника ошибиться в тот момент, когда забивали гол. Поэтому радует то, что ребята и с хорошим отношением, и хорошо по двигательной активности намного лучше, чем в предыдущих уже матчах. То есть мы так поступательно-поступательно шли по возрастающей. Учитывали и тренировочный процесс довольно интенсивный, да, и к сегодняшнему матчу мы также не подходили прямо уже в состоянии таком идеальном, да, потому что все-таки неделя еще была довольно такая серьезная. Хотя она была менее интенсивной, чем предыдущие, но все равно она не была подводящей именно конкретному матчу. Поэтому ребята отлично выдержали, и они в этом плане молодцы. Ну, забили голы ребята тоже у нас хорошие. Мне понравились комбинации, которые были. Это, в принципе, не хочу говорить, что прямо мы так вот именно целенаправленно там прямо эти комбинации отрабатываем, но по направлениям я очень похоже то, над чем мы работаем. Поэтому фланговые прострелы, вот и второй гол Павел Милешин забил великолепно, и Трофим Мельниченко отдал. Но опять-таки я всегда говорю, что плод усилий всей команды, это когда мы уже завершающей фазе завершаем, это высокоисполнительское мастерство. А так, в целом, еще раз говорю, вся команда работает на результат, работает на то, чтобы создавать эти моменты и забивать голы, и, конечно, побеждать. Поэтому в целом удовлетворен и сегодняшним днем, и утром, и вечером, поэтому работаем дальше. Артем позавчера на тренировке почувствовал небольшой ушиб, у него был в области бедра, да, и там немножко оказывали ему помощь. Как мне кажется, что здесь чисто перестраховаться, да, чтобы, не дай бог, какие-то ощущения не были болевые после сегодняшнего матча, мы перестраховались именно, чтобы его сегодня не рисковать его здоровьем. Поэтому с этой точки зрения, я думаю, что ничего страшного там нет, по крайней мере, медицинский штаб мне об этом докладывает и говорит, что Артему просто нужна пауза небольшая, и я думаю, что в следующей неделе он уже начнет готовиться к Суперкубку. Я думаю, что еще поспешно делать какие-то выводы относительно стартового состава, потому что есть еще неделя подготовки. Да, у меня есть определенные мысли по этому поводу, но скажу так, что и в первой игре, во второй игре достаточно много дали ребята такой головной боли, в хорошем смысле этого добавили нам, тренерскому штабу, и мне как главному тренеру, потому что, да, самое главное сейчас сделать правильный выбор. Все готовы, все конкурентны и все рвутся в бой, поэтому это очень важно. Лучше пускай будет так, чтобы тренер думал, какой правильный состав выбрать для того, чтобы добиться успеха и прийти к цели, да, чем, условно говоря, тебе есть над чем подумать и бываешь озабочен, когда там той позиции не хватает, тот плохо выглядит там и так далее. У нас все хорошо пока в этом плане, поэтому ребята молодцы, они меня хорошо слышат, то, что я требую выкладываться независимо, утром мы играем или вечером, у нас нет ни первого, ни второго состава, есть одна команда. Вы известно, что молодежи доверяете, но, скажем так, Суперкубок это одна игра, когда все решится за 90 минут, либо да, либо нет. Не страшно ли иногда в таких играх выпускать будет какой-то молодой состав, если вдруг кто-то появится, нет ли желания перестраховаться, как иногда появляется? Здесь скажу так, что, конечно, хотелось бы, чтобы в первую очередь, я думаю, выйдут на футбольное поле те футболисты, которые готовы во всех аспектах, это и функциональная готовность, физическая готовность, ментальная готовность, да, и плюс те, которые действительно выполняют те требования и придерживаются тех командных принципов, которые мы прививаем. Вот это самое главное, и вот определить вот такой состав тех ребят, которые выйдут на футбольное поле. Кто это будет, если это будет опытный футболист, прекрасно, если это будет молодой футболист, который также готов быть важным для команды и в решении задач, целей, я думаю, что здесь нет такого, что там боятся, что молодой футболист выйдет в ответственном матче и не справится даже с чисто психологическим своим состоянием. Нет, у меня такой нету озабоченности, и я не переживаю за это. Я уверен, что каждый из ребят молодых способен выйти и сработать максимум на то, чтобы достигнуть победы. Этот вопрос задаем периодически, но, тем не менее, состав, в принципе, уже укомплектован или еще, даже так не все сказано, есть еще шанс кого-то увидеть на следующей неделе? Я думаю, что, да, тут осталось у нас немного уже времени, но, тем не менее, левый защитник еще остается пока приоритетным в поиске именно левого защитника, да, вот, наверное, данная позиция пока, такая, действительно, которая нуждается не то, что в усилении, а просто даже игрока взять хорошего на эту позицию, чтобы повысить конкуренцию в команде. Вот Саша Михаленко отлично сработал сегодня в этой позиции, никаких вопросов, все, в принципе, он доступно понял, как действовать в этой позиции. Тренерский штаб довел до него информацию, и я ему объяснял, поэтому Саша выполняет все на 100%, я очень доволен его игрой в сегодняшнем матче. Но все равно, понятно, сезон длинный, турниров много у нас, поэтому нам важно еще, конечно, приобрести игрока в эту позицию, поэтому вот этот момент пока остается открытым у нас. Насколько вы довольны тем, как команда провела межсезонье это, ну, если так выражаться какими-то банальными фразами, какую оценку могли бы, может быть, это в межсезонье поставить? Всегда хочется большего. Тренер, наверное, не может быть вот так 100% удовлетворен именно той работой, которую проделали, да. Если тренер становится удовлетворен на 100%, значит, он останавливается, поэтому всегда хочется сделать чего-то большего. Всегда ты думаешь, может быть, нужно было то лучше сделать, то лучше сделать, поэтому мы, считаю, качественную работу проделали, да, особенно те ребята, которые с первого дня работали, вот с 3 января. Кто прошел без болезней, которые у нас случались, без травм, да, ну, слава богу, у нас травм таких серьезных не было, может быть, за исключением Романа Бегунова и Ильи Дубинца, да, где действительно ребята выпали надолго, да, но и Саша Сочивка, наверное, тоже вот. А так, в основном, если выпадали ребята, то были вот эти болезни вирусные, да, от которой и нас коснулись, к сожалению. Но так, в целом, еще раз говорю, те, кто вот не болел и травмы не получал, слава богу, у нас с 3 января они сейчас в хорошем состоянии, поэтому я, конечно, если брать, оценивать там, например, по 10-ти бальной системе, да, ну, наверное, мы сегодня на 7 с половиной готовы к сезону. Понятно, что дальше надо добирать и за счет еще Суперкубка, за счет кубковых матчей с БТ 1-4 финала мы еще будем к сезону, именно к чемпионату уже добирать за счет вот игровой практики в официальных матчах, потому что оставшиеся, как говорится, проценты до хорошего состояния, идеального состояния, это мы уже доберем именно вот за счет Суперкубка и за счет кубковых матчей. Через неделю, скажем так, очень напряженный график рывается сразу команда, за 10 дней мы буквально проведем 3 игры Суперкубок, затем 2 кубковых матча с БТ, насколько команда сейчас вот и психологически, и морально готова к тому, что вот это будет очень, наверное, такой напряженный отрезок, и давно мы не подходили с таким графиком, перед началом вы шевели, скажем. Я думаю, что ребята всегда уверен, что они всегда хотят играть быстрее в официальных матчах, чем играть контрольно-учебные матчи, поэтому здесь не исключение и наша команда, и наши ребята, потому что, когда соревнования уже официальные, естественно, что повышенный градус и желания, и мотивации, и амбиции здесь проявляются сразу же в хорошем смысле этого слова, поэтому, конечно, ребята уже ждут быстрее, чтобы начался сезон, и первый матч Суперкубок уже через неделю, поэтому всегда играть в официальных матчах намного приятнее, чем тренироваться в подготовительный период и играть учебные матчи контрольные, поэтому я уверен, что у нас в этом плане тоже никаких проблем нет. Эмоциональная команда полностью готова? Да, конечно, конечно. Сегодня вот матч показал, что мы, даже это заключительная репетиция перед Суперкубком уже, да, и матч первый с Макс Лайном, и сейчас с Ислычем, мы на хорошем эмоциональном фоне провели эти матчи, то есть это говорит о том, что мы хорошо готовы подготовились на данном этапе уже к сезону. Спасибо.